Здравствуйте, я Настромо771. Сегодня я хотел бы провести обзор нового антивирусного продукта Panda Antivirus Pro версия 2015, номер версии 1501, финал. Что касается информации о программных и аппаратных требованиях, которые предъявляет производитель для установки продукта, то вы можете ознакомиться с ними в справочной информации, представленной ниже. Также вы можете узнать там информацию о аппаратной части машины, на которой выполняется данный обзор. Что касается новшеств версии 2015. Новый двигатель позволяет взаимодействовать различным технологиям защиты для достижения высокого уровня обнаружения и эффективности удаления угроз. Новая архитектура Xtreme Malva Terminator основана на облаке Panda Cloud. Антивирус становится полностью облачным, не используя традиционные локальные антивирусные базы. Используется сигнатурный кэш для обнаружения вирусов в режиме офлайн. Эвристика помогает обнаруживать новые вредоносные программы без использования сигнатур. Используется полностью новый интерфейс, переработанный и взятый за основу Panda Cloud Antivirus. Продукт переработан для минимального влияния на производительность системы. Вся работа выполняется в облаке, а не на компьютере пользователя. Уменьшены локальные файлы сигнатур. Имеется набор восстановления, который позволяет проверять зараженный компьютер в безопасном режиме до запуска операционной системы. Защита Wi-Fi соединений от вторжений. Приступаем к установке продукта. Для удобства я вывожу панель, которая демонстрирует нагрузку на процессор, память, диск и использование интернет. Запускаем дистрибутив Antivirus Pro. Выбираем язык из списка. Выбираем директорию расположения. Можно прочитать лицензионное соглашение на русском языке. Соглашаемся и устанавливаем. Выполняется подготовка к первому запуску продукта. После установки необходимо выполнить активацию, указать свой e-mail адрес и войти в свой аккаунт. Выполнен корректный вход в аккаунт. Регистрация демо периода 30 суток. Открывается главное окно продукта. Дизайн расположения компонентов соответствует предыдущей версии Panda Cloud Antivirus, который в настоящее время переименовывается в Panda Free Antivirus. Облачные продукты теперь все, поэтому выделять Panda Cloud уже нет смысла. Он становится просто отдельным бесплатным продуктом. Продукт состоит из трех экранов. Первый основной экран мы можем перемещаться по следующим экранам, где также расположены дополнительные компоненты. Третий экран пока свободен. В верхней части расположена информация о том, что мы используем демо период 30 дней. Можно продлить лицензию, перейти на соответствующий интернет портал, получить информацию о продукте. Далее следует основной блок. Компьютер защищен. Здесь просматриваем файлов на карантине, сколько проверялось, сколько угроз было блокировано. При нажатии на данный блок открывается антивирусная часть. Антивирус активен, можно включать-отключать. Если мы отключаем, то соответственно появляется предупреждение о том, что антивирус не активен, требуется его включить. Когда выполнялась последняя проверка, выполнить проверку немедленно, запрограммировать расписание, перейти к карантину, перейти к просмотру событий и к полному отчету. Ниже расположены дополнительные объекты. Проверка, фаервол, мониторинг процессов, безопасный просмотр, контроль приложений, Wi-Fi монитор, поддержка, другие устройства, мои продукты. И на второй панели набор восстановления, USB вакцинация, виртуальная клавиатура, родительский контроль, PC tune-up. Возможность подключить компонент, который требует обновления версии. И переход к дополнительной защите. При нажатии на данную плитку открывается интернет адрес, который сообщает нам о Panda Antivirus Pro. Я думаю, что здесь скорее всего должна появляться информация о Panda Internet Security. Продукт, который следует вторым по уровню после Panda Antivirus Pro. В нижней части расположен логотип продукта, при нажатии на который мы перейдем на главный сайт Panda Security. В настоящее время компонент не открывается. Видимо, пока до конца не доделано. С правой стороны расположена возможность перейти к сообществу, сообщить друзьям о продукте через Facebook, Twitter, защитить компанию и получать информацию через социальные сети самого продукта. Facebook, пока здесь достаточно все скромно. Twitter, более подробная информация. В верхней части располагается меню пуск, который позволяет переходить к компонентам и к их настройкам, а также перейти к глобальным настройкам продукта. С правой стороны информатор и дополнительные возможности. Поддержка, мои продукты, настройки, информация о продукте. Переходим к дополнительным настройкам, которые позволяют более детально подстроить продукт. Общая информация. Аккаунт. Можно посмотреть продукты, которые подключены. Установить пароль для подключения консоли. Выполнить обновление, актуальное на текущий момент. Настроить прокси, если мы выходим в сеть интернет через прокси-сервер. Уведомление о том, что наш компьютер успешно подключен к сети интернет. Это говорит о том, что мы получаем максимальную защиту. Если здесь будут какие-то проблемы с сетью, то соответственно качество защиты существенно ухудшится, потому что данный продукт является облачным. Предупреждение и отчеты. Можно создать файл с расширенным отчетом. Включаем. Можем видоизменить папку, куда создается отчет. Выполнить очистку. Следующий компонент это антивирус. Постоянная защита. Защита на горячую. Включена. Проверять заархивированные файлы. Компонент этот я включаю. По крайней мере я бы так настраивал его в случае работы с данным программным обеспечением. Что же касается каждого конкретного пользователя, то здесь все зависит от необходимости проверки тех или иных файлов и объектов. Опять же здесь нет ограничения на уровень архива, на его размеры. Например небольшие архивы желательно перепроверять. Архивы большого размера желательно пропускать. Так как данные большие архивы мы можем проверять отдельно при сканировании и впоследствии такая проверка нам на горячую не понадобится. Поведенческий блокиратор включен. Поведенческий анализ включен. Спрашивать перед нейтрализацией вируса. Если мы работаем в ручном управлении, то задавать вопрос и принимать решение. Если мы хотим, чтобы продукт работал на автомате, то оставляем без запроса. Обнаружение потенциально нежелательных программ. Показывать предупреждение при обнаружении. Выполнять блокировку файлов до получения результата. В течение 30 секунд можно выбирать от 10 до 60 секунд. Неизвестный объект будет находиться в подвешенном состоянии до того, как продукт сможет его проанализировать. Возможно 30 секунд будет недостаточно. Но в этом случае блокировка будет отменяться и в дальнейшем в случае обнаружения зловредности объект будет блокироваться уже по факту. Анализ по запросу. Проверять заархивированные файлы включаю. Обнаружение потенциально нежелательных остается. Проверять после синхронизации кэша включаем. Карантин. Автоматически очищать карантин. Каждую неделю можно выбирать из списка. Исключение. Файлы и папки можно добавить. Диск или файлы. Например, диск D. И он включается в исключение все, что на нем находится. Расширение можно добавить по расширению. Все объекты с расширением текста будут исключаться. Ниже расположена возможность внесения восстановленного из карантина объекта в исключении из проверки. Сюда заносятся объекты только из карантина. Просто так самостоятельно сюда внести ничего мы не сможем. В дальнейшем из этой директории объекты могут быть удалены, если мы сюда их, соответственно, занесем. USB вакцинация. Защита включается. Автоматическая вакцинация USB выключена. По желанию можем включать. Firewall. Компонент включен. Далее следует управление. Пользовательские правила относятся к каждой конкретной программе, которая выходит в сеть. Здесь уже применяются к ряду программ правила разрешения. Можно экспортировать информацию в файл, сохранить. Можно впоследствии импортировать, загрузить информацию текстовую, сохраненную, для того, чтобы правила, которые были созданы, применились и не требовалось данный набор редактировать. Можно понижать уровень, повышать уровень привилегий. Можно добавить свое правило, название, выбрать специальную программу из списка, либо для всех программ, разрешить, либо запретить входящие и сходящие. Далее выбрать зоны, домашняя рабочая, либо сеть интернет, протокол TCP-UDP, либо только TCP-UDP, ICMP. Далее локальные порты, все либо выборочно, удаленные порты, все либо выборочно и адреса. Можно изменять уже существующие правила, аналогично. Можно удалить имеющиеся правила, можно восстановить. Далее, ниже представлена возможность использования дополнительных правил, которые рекомендуются лаборатории Panda. Эти правила имеют приоритет ниже, чем правила пользователя. Здесь общие правила, которые либо запрещают, либо разрешают определенные соединения, в том случае, если конкретные правила по данному соединению будут отсутствовать. Правила можно эти просматривать, но видоизменять здесь ничего не получится. Удаленные управления, рабочим столом, блокировки, NetBIOS и так далее. Данный набор правил можно отключать по желанию. Защита от вторжений. Здесь перечисляются определенные виды вторжений, от которых программа нас способна защитить. Три компонента находятся в отключенном состоянии. Умный DNS, умный DHCP, ICMP, эхозапросы. Данные компоненты при включении могут повредить нашему интернет-соединению. В каких-то случаях оно может блокироваться. Поэтому здесь необходимо смотреть. Если включение этих компонентов позволяет вам нормально работать, и ваши программы не испытывают никаких проблем, то вы можете их оставить. Если возникают какие-то проблемы, то придется данные компоненты отключать. Данные компоненты в настоящий момент я включаю. Следующий объект – монитор процессов. Монитор включен. Контролировать URL, доступные каждому процессу. Включено. Wi-Fi монитор отключен. Можно включить, хотя Wi-Fi у нас сейчас отсутствует. Безопасный просмотр. Включен. Разрешенные адреса и домены можно добавлять. Контроль приложений отключен. Можно включить. Разрешенные и запрещенные приложения можно добавлять. Добавляем разрешенное приложение. Когда неизвестное приложение пытается запуститься, можно выбрать действие. Спрашивать пользователя, либо отказать в доступе. Оставляем запрос. Теперь переходим к конкретным компонентам. Антивирус. Выполнение проверки. Позволяет выполнить полную проверку всего компьютера. Проверяются все зоны, все диски. Можно выставить выключение компьютера после завершения проверки. Можно посмотреть полный отчет о работе. Отчет можно сохранять, можно распечатывать. Можно выполнять поиск, можно сортировать по времени. Можно приостановить, либо отменить в принципе. Выполнить проверку только критических зон, память, текущие процессы, куки, а также поиск активных вирусов. Выборочная проверка позволяет выбрать перед проверкой конкретные папки, файлы, после чего начнется проверка. Проверки по расписанию. Можно запланировать проверку. Например, новая проверка. Ежемесячно указываем день, время, что будет проверяться. Весь компьютер, только критические зоны, либо прочие объекты. Можем добавить, например, диск D, и он запрограммирован. Впоследствии можно добавлять еще сюда директории, либо папки, либо файлы, либо удалять то, что нам уже не нужно. Далее программируется исключение файла и папки, либо расширение. И дополнительные настройки. Проверять архивы, обнаружение вирусов, обнаружение шпионов, обнаружение хакерских утилит, подозрительных объектов, потенциально нежелательных программ. Я включаю все. Нажимаем ОК, и появляется новая проверка, которую мы запрограммировали ежемесячно. Можно добавлять еще проверки. Например, ежедневную проверку в определенное время, и будет проверяться только критическая зона. Также можно добавить исключения. Также можно запрограммировать дополнительные настройки. И появляются две проверки. Карантин в настоящее время пуст. Можно перейти к просмотру отчета. Сегодня неделя и месяц всего. Полный отчет. Следующий компонент – Firewall. Здесь мы выбираем, каким образом мы подключаемся к сети интернет. Домашняя сеть, рабочая сеть, либо публичное место выход в сеть интернет. Оставляем публичное. Здесь же можно включать-отключать Firewall. Указывается количество процессов, которые заблокированы, количество заблокированных вторжений, а также указываются последние заблокированные объекты. Можно перейти к просмотру более подробного отчета. Можно перейти к настройке, которую мы уже с вами рассматривали. Следующий компонент – мониторинг процессов. Выполняемое. Подключение к сети. Уровень угроз блокировано. Можно перейти к дополнительной настройке. Можно посмотреть полный отчет. Конкретные приложения, уровень опасности и безопасности, подписка. Некоторые компоненты, которые разрешаются, можно блокировать. Можно выполнить очистку. USB-вакцинация. Можно включать-отключать автоматическую вакцинацию. Перейти к дополнительным настройкам. Wi-Fi-монитор. Включать-отключать. Просматривать устройство. Наименование, MAC-адрес, производитель, дата и время. Можно перейти к дополнительной настройке. Здесь только включение-отключение. Набор восстановления позволяет создать аварийный USB. Для этого необходимо подключить USB. Устройство должно быть свободно, без каких-либо объектов. Установить. И дальше с этого устройства загружаться и выполнять проверку при старте компьютера. Аварийный диск. Если компьютер заражен, мы можем подключить дополнительный компонент. Это Panda Cloud Cleaner, который выполняет удаление сложных вирусов. Выполняется инсталляция компонента. Появляется значок Panda Cloud Cleaner и запускается компонент на английском языке. Дополнительные утилиты. Убить все процессы работающие. С этим надо работать очень осторожно. Разблокировать файлы. Отправить файлы в Panda. Выполнение сканирования. Можно проанализировать весь компьютер. Либо определенные элементы. Например, диск D. Устанавливается соединение. И начинается проверка. Здесь помимо диска D выполняется проверка также определенных директорий на диске C. Версия программы 1.0.98. Также можно перейти к другим средствам лечения. Открывается соответствующий интернет ресурс, где мы можем загрузить Panda Cloud Cleaner, Panda Cloud Cleaner портабельную версию, Panda Cloud Cleaner USB сканирование и Panda Cloud Cleaner образ ISO для записи на CD-DVD диск. 172 МБ занимает данный компонент. После загрузки данный файл при помощи соответствующих программ записи CD-DVD дисков мы подключаем образ и информация записывается на диск, который впоследствии можно запускать при старте компьютера. Можно перейти к настройкам. Открываются общие настройки. Контроль приложений включен, попыток не обнаружено. Можно перейти к настройке. Безопасный просмотр. Сайтов заблокировано, вредоносных, фишинговых сайтов, разрешенных пользователем. Можно посмотреть полный отчет. Либо перейти к настройкам. Безопасного просмотра. Другие устройства. Можно защитить дополнительное устройство Android, Mac, OS или iOS. При нажатии открывается соответствующий портал Panda Cloud Security и здесь идет информация о продуктах. Далее. Дополнительные утилиты. Возможность запустить виртуальную клавиатуру. Запускается неизвестное приложение, но мы знаем, что это виртуальная клавиатура. Разрешаем ему работать. Клавиатура активна. Можно включить дополнительные настройки. Включение, отключение, уведомление о нажатии. При отключении не будет видно, что мы нажимаем. И эмуляция большого количества курсоров. Дополнительная защита. Открывается сайт вновь Panda Antivirus Pro. Но скорее всего здесь будет открываться Panda Internet Security. Все-таки следующий уровень защиты. Настройки. Здесь мы с вами уже все рассмотрели. Дополнительные компоненты. Информация о продукте. Версия 1501 Panda Antivirus Pro 2015. Дополнительные настройки переносят нас к настройкам. Помощь. Открывает файл справки. Можно работать с содержанием и получить информацию о каждом компоненте. О том, как необходимо работать и как будет вести себя продукт в том или ином случае. Здесь подробная информация. Все, что необходимо пользователю. Можно выполнить поиск. Перейти к онлайн техподдержке. Поделиться идеями и решениями. Открывается дополнительный интернет-портал. Посмотреть мои продукты. Лицензия на Antivirus Pro 30 дней. Можно продлить. Можно перейти в свой аккаунт. Посмотреть, какие продукты имеются. Какие ключи лицензии подключены. Выполнить загрузку определенных программных компонентов, которые принадлежат зарегистрированным продуктам. Можно ввести код активации, если такой имеется, либо перейти к его покупке. Теперь, что касается дополнительных плиток. Проверка. Позволяет выполнять полную проверку критических зон и выборочную. Firewall. Перейти к включению-переключению места расположения, а также перейти к настройкам и компонентам. Мониторинг процессов. Открывает мониторинг процессов. Безопасный просмотр. Информация о безопасном просмотре. Контроль приложений. Попытки запуска заблокированных приложений. Wi-Fi монитор. Поддержка. Позволяет перейти на форум. Либо связаться со службой технической поддержки. Открывается определенный интернет ресурс. Но для этого необходимо, соответственно, войти в свой аккаунт. Другие устройства. Возможность получить защиту для дополнительных устройств. Мои продукты. Информация о продукте. Переходим на вторую страницу. Набор восстановления. Возможность создать USB флеш-носитель. Возможность запустить Panda Cloth Cleaner. USB вакцинация. Виртуальная клавиатура. Запуск виртуальной клавиатуры. Родительский контроль. Для его работы необходимо ввести ключ активации. И выполнить переход для использования другого продукта. Интернет security. Либо global protection. Которые позволяют использовать данный компонент. PC TuneUp также отсутствует. И используется как компонент в global protection. При нажатии правой кнопки мыши на значке продукта. Можно открыть главное окно. Поделиться идеями и решениями. Перейти к онлайн техподдержке. Получить помощь в виде справки. И остановить работу антивируса. Что касается работы данного продукта. Мы рассмотрели все его компоненты. С вами был NoStroma771. Спасибо за внимание. До свидания.